Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл лекций о смысле слов. Ну, вы, конечно, скажете, а как это можно так в целом все слова вдруг рассматривать? Неужели не потребуется века, чтобы, наконец, всё выяснить и все сомнения развеять, которые у нас возникают в связи с словами? Так, друзья, ну, мы движемся, а кто движется, тот действует. А кто вообще не движется и не пытается этот неподъёмный груз тайного поднять, он вообще будет в темноте всю жизнь свою и следующую, и последующую. Поэтому мы выбрали путь, который нам предложил Бог. Бог ЯХВ – это Я, да, Х – это придыхательная буква, а потом В – В – это ВЭК. Вот наш ЯХВ или ИЕГОВА, да, И – это Я, плод дочь, Е – это ЕСТЬ, ГОВА. То есть, вот эта священная корова, и индийцы до сих пор с трепетом относятся к корове как к существу божественному, ну, если это сам Бог или символизация Бога через быка, то, наверное, надо относиться так. А другие спокойно, как говорится, употребляют в пищу, чего не делают индусы. Они знают нечто большее об этом, чем обычные люди, потерявшие основные знания. Ну, как посягнуть на Бога и, простите, его использовать утилитарно? И вот такое отношение различает древнейшую индуистскую культуру и другие культуры, которые забыли уже всё, что есть священно. Ну, вот давайте даже вот чисто наглядно, раз уж мы заговорили здесь о быке, корове, да, священная корова. У нас только это осталось хорошо, что в словаре так мы автоматически почти произносим, но, оказывается, речь идёт о божественности и высшей божественности, потому что, если у вас есть хлеб, если у вас есть масло и молоко, то практически вы уже можете спокойно жить и даже хорошо питаться вот именно этими тремя продуктами. Ну, конечно, вода, но она даже и в этих компонентах есть. Вы можете уже спокойно жить и даже вот лишнего не наберёте, что потом вам будет требовать чистку организма. То есть Бог всё экономно предусмотрел для питания человека, а человек либо излишествует, либо там выдумывает, наоборот, какие-то дистрофические способы питания, когда организм не получает нужного. То есть он не знает, что вот есть три компонента нужных, понимаете, да, хлеб, масло, молоко, вот они, три. И всё остальное, что можете, но не обязательно это нужно употреблять, более того, даже иной раз и вредно. Всё дело в пропорциях, в мере и в знании костика. И костика-нравственности. Вот не подходить практически к животному, которое священно. Не делать из него животное, которое жертва человеческого практического подхода становится к нему. Так, понятно, да, я не говорю вот это всё, что там конкретно делается с несчастными коровами священные, которые священные, вы как всегда помните, вот осталось ещё, да, но никто не догадывается, как надо практически следовать священному. То есть не переходить дальше на мясо, это всё вас уже ведёт в другую совершенно сферу антидуховности. Постепенно, а может быть и резко, вы прыгнете не туда, куда нужно. И не будете уже задавать вопросы, которые связаны со смыслом слова, потому что вам будет всё равно, вы будете животной какой-то сущностью, а не возвышенной духовной. То есть, вот чтобы быть сыном или дочерью Бога, надо уважать священное животное корову, уж не посягать на её жизнь, ни в коем случае. Ну и представьте, что творится на земле сейчас, когда это делается сплошь и рядом, и даже никто не задумывается о таком простом вопросе. Почему индусы помнят об этом, а остальные забыли? Кушать, наверное, очень хочется и вкусно. Ну вот, за это надо платить, за кровь платить собственной кровью. Так, ну ладно, это проповедь немножко такая пастырская получилась, а мы-то ведь о смысле слов хотим говорить. И что же мы будем рассматривать? Ну, первое слово, которое мы посмотрим с удовольствием, это секрет. Секрет. Что такое секрет? Секрет, ну, понятно, что это нечто таинственное, что надо расшифровать, конечно, пытливому человеку и понять. Вот и мы занимаемся секретом слов. Но вот есть понятие железы, внутренней секреции, здесь тоже о секрете говорится, потому что, оказывается, живой организм – это нечто такое сложное, и уходящее в микроскопический мир, который нам недоступен, мы не можем там пройти через все толщи вот этого возрастания царства микроскопического мира, мы не можем спуститься вглубь микроскопического этого таинственного, прекрасного, непостижимого нам мира, только потому что у нас, в конце концов, исчезнут те приборы, которые нам помогут нечто там рассматривать и наблюдать. И более того, наблюдение не всегда даёт знания. Иногда из наблюдений мы делаем какие-то, ну, не те выводы, какие есть в реальности, по данному вопросу, у Бога. У него есть всё, но надо их нам раскрыть, расшифровать. Он нам не даёт вот всё готовенькое, а говорит, вот есть железы внутренней секреции. Ну, вот изучайте, кто этим занимается, или мы изучаем слово. Изучайте, может быть, что-то вы и познаете, но своими усилиями. Помните, да, проблемный способ обучения, когда человек и сам проблему ставит, а почему это так? Дети просто задают вопрос, им просто отвечают, как знают, конечно. Вот. А мы уже взрослые, наконец, снова становимся детьми, потому что мы задаём вопросы, но знаем, что никто нам не ответит, пока мы сами не догадаемся, что же это действительно значит. И то мы будем приближаться только к правде, стоять на пути, да, вот это Я-Хве, Я-Путь, Их-Бин, если по-немецки говорить, Вэк, да, Их-Бин, Ден-Вэк. И вот что Я-Путь, это, ну, как-то, вроде всем понятно, что есть ведизм, который как раз этим занимается, но что это всё в глубине Иеговы скрыто, да, потому что он нами правит, он символизирует различными, там, тетраграмматон есть, там много что есть, но вот люди склонны к абстракции, идти к символам, к буквам, которые для него всё равно ничего не раскрывают. Ну, они могут сказать, что это есть, но дальше-то что? Что за этим стоит, они не скажут. И вот нужно стремиться к этому. Итак, секрет. Слово – это секрет. Точно такое же, как наши органы, есть секретные органы, и всего вы о них всё равно никогда не узнаете. Но приблизиться к чему-то сможете, если, конечно, будете разумны, а не фантазёры. Итак, секрет – это «се». «Се» – что такое «се»? «Се» – это «это», да, «се». «Сей» – это местоимение, которое раньше использовалось, но его вытеснили, потому что если бы оно сейчас активно было, поэты ещё используют, да. Ну, есть обороты, где это тоже проскакивает, старинная форма «се». Но это устаревшее, чтобы вы не догадались. Ну, не знаете вы этого активного слова и не используете его для расшифровки слова. А это инструмент. Итак, «се» – это «крет». «Скрытое», «крыто», «покрыто». Ну, теперь перейдём к слову «кровь». Здесь вы тоже слышите, что «крытое» нечто, да? Чем крытая кровь? Ну, кровь ведь не так вот, что она на поверхности человека, а она внутри, значит, у нас открыта кожей, чем угодно там. Это нас сейчас пока не интересует, сколько там слоёв, и как она закрыта. Важно, что она закрыта. А если не закрыта, то человек истечёт кровью. Кровь, так сказать, убежит от него. Значит, это священное начало, переносящее, там, мы знаем, кислород, удаляющее, наоборот, отработанное. Кровь – это транспортный такой узел или транспортная сеть, скажем, для организма, где одно вбирается уже, вернее, свежее, полезное, а отработанное, наоборот, удаляется через эту сеть. Ну, а теперь, пожалуйста, садом. Вот садом, ну, просто я же ведь говорю, что слова у меня по мере припоминания или ассоциативного какого-то припоминания, когда вдруг вспомнилось слово здесь, а не где-нибудь ещё. Это очень, кстати, похоже на божественные принципы, когда вот к нужному моменту у вас ассоциация. Итак, вот мне пришла эта вдруг резкая такая перемена в настроениях перейти на садом. Ну, как бы неприятная тема, да, потому что садом – это, в общем, то, что порицается Господом Богом, да, ну, порицается. И это записано в Библии чёрным по белому, и всё время это в любых переводах и редакциях звучит как грех, садомия, извращение сексуальное. Но ведь это слово можно расшифровать или, можно сказать, даже взломать. Некоторым нравятся хакерские такие вот терминологические обороты. Пожалуйста, можете так сказать, но расшифруйте. Что же вы увидите? СО – это, во-первых, садом. Говорим-то мы садом через А, это и есть правильная буква. Потому что наш язык не забыл, как звучит это слово, а то, что мы пишем, это порой орфография, которая скрывает смысл. Итак, садом. СА – это ТА, да, ТА или ТО, опять, местоимение. ДОМ, ТО – ДОМ. Вот просто ДОМ. Видите, русские слова все, а мы там говорим о каких-то языках, всё на русском базируется с самого начала. ТО – ДОМ. Чего ДОМ? Ну, вы уже знаете чего – разврата. Жаль, конечно, но это не отнимешь от реальных нравов человечества. Ну, и не все же этим занимаются и предаются разврату. Кто-то понимает чистоту сохранения своих чакр, сохранения своих энергий, и он не делает того, что запрещает и Библия. То есть всё, к слову, никаких противоречий нет. Обозначен порог? Обозначен. А что у нас в современном мире, вы знаете. Так, ну, а теперь, конечно, и Гамора пойдёт, да, Гамора. Содом и Гамора, они вместе, потому что два слова больше нам дадут. Гамора – это КА, КА, МОРА. То есть практически это какая-то КАМЕРА, КА – это ТА, опять-таки. А МОРА – это нечто для умирания человека, да, разврат приводит к этому. Человек умирает быстро, если он развратник и себя уничтожает развратом. И вот вам КАМОРА. Ну, что там два Р стоит, это просто усиливает ту энергию разврата, которую имели вот эти жители Гаморы. Вообще, Р – это энергетический звук, Р – это единственный чёткий энергетический звук, выражающий чистую энергию. Из энергии всё возникло, и, как говорится, виды энергии один переходят в другой. Всё дело идёт именно как работа с энергией. Итак, вот Гамора, Гамора, ну, вот энергия, слово «само энергия» содержится, это Р – собака рычит, она тоже эту энергию выражает, энергию защиты, хозяина, кстати. Ведь её надо понимать энергию не как вот буквальную мощь, а иногда тонкую задачу, которая выполняется с помощью этой энергии. Так вот, Гамора, то есть это есть нечто закрытое от посторонних глаз, камера, где вот этот разврат и происходит, понимаете? Люди думают, наверное, развратные, что их никто не увидит, не услышит, а они будут предаваться греху, как говорит наша церковь. И правильно говорить, но говорить одно, а, так сказать, следовать по-настоящему, честно, принципам – это другое. Так, ну, а теперь перейдём к слову «галиматья». Ну, вот оно, понимаете, слово возникло совершенно по ассоциации, потому что для некоторых то, что я сейчас говорю, хотя я доказываю, что это русские слова, Содом и Гамора, да, я доказываю, кто-то скажет, ну, как же, это же города, которые совершенно не связаны. Да вот, оказывается, всё связано, и всё русское, или прорусское, или старорусское, или древнерусское и так далее. Так вот, скажут, «галиматью» человек нам несёт, а ведь вы послушайте, что такое слово-то «галиматья» значит. Что, ну, значит, «галиматья», «галиматья» – это, ну, как «галя», всеобщий, «ол», «ха», «холл», допустим, «холл», то есть некая комната, большая очень. Так вот, этот вот, как бы, «холл» – это наша вселенная, да, вот, «холл», то есть пространство, вот и всё. Это пространство, и в этом пространстве, если человек действительно плетёт вам какую-то чушь, которая будет вас запутывать только, то это будет что? Ну, как бы, то, что намотано на какие-то там попытки, на смыслы, которые не работают, вот. То есть матонина какая-то или что-то в этом духе, что не имеет ценности, а наоборот вред несёт. Галиматья. Ну, иногда «галиматьёй» называют правду, а ложь уважают. Вот, потому что её настолько вдолбили, что никакого сомнения даже и нет, что это истинное, якобы, начало. Понятно. Галиматья у нас взломана, теперь остаётся «ласка». Вот слово «ласка». Видите, совершенно слова как бы не связаны, но, наверное, там какой-то есть внутренний план, но это уже не мне вопрос, а вопрос к моей структуре мышления, что она так предлагает слова показывать. То есть различные, но они где-то внутри несут ещё какие-то движения и расшифровки, если их, так сказать, в этой последовательности воспринимать наши объекты. Да, вот «объект» слово, кстати. Я вам уже говорил, что «объект» это, как правило, нечто материальное, но «объект исследования» здесь идеальный, так сказать, аспект. Ну, в данном случае, в данном случае мы не будем повторять предшествующие лекции, а остановимся на «ласке». Что же такое «ласка»? Ну, «ласка» это то самое ценное, что, собственно, ну не самое, может быть, но очень ценное, что связывает существа нашего мира в общении. Если вы скажете то же самое, но «ласково» человеку, он к вам расположится. И «ласка» это способ подачи вашей просьбы, ваших желаний и так далее. То есть это смягчённый метод общения. Ну, если так, конечно, говорить чисто научно. Ласка – достояние человеческого общения. Самое главное в человечестве, да, это общение. И лучше уж общаться не как автоматом, грубо и так далее, а с использованием ласковых слов. Может быть, даже вы прикоснёте к собеседнику и покажете своё особое отношение к нему положительное и доверительное. Пожалуйста, но это способ раскрытия общения. То есть его сделать более глубоким и по-настоящему ценным. А вот возьмите корень «лас», да, потому что «к» – суффикс, а окончание – это всё мы знаем. «Las» обратно читается как «sal». Видите, когда слово в обратном направлении читается, скрывается противоположный смысл. То есть если мы «ласку» будем использовать изуращённо, то мы будем говорить «сальности», «пошлости». Видите, всё абсолютно чётко работает в этих инверсионных, обратных, ну, ракоходно говорят читать, то есть сзаду наперёд. Вот, пожалуйста, вам «сальность» вышла из «ласки», то есть антоним по существу смысла первоначального. Так, ну, а теперь «саласки». «Саласки» – «са» – это «то», а «ласки» – это, ну, тот инструмент, с помощью которого вы можете лазить. Да, они помогают вам где-то там в сугробах более, ну, так, удобно продвигаться. Двигаться «саласки» – это для продвижения по сопротивляющемуся поверхностному слою, так скажем, да? Так что вот они «ласки», есть «лазни» – польское слово. И всё это связано с тем, что нужно преодолевать местность не просто, вот, как вы по асфальтированной дорожке идёте спокойно, а через помехи. И вот так ищется смысл слова. А теперь «атланты». «Атланты» – ну, это тот народ, который когда-то был, но был уничтожен в результате такого континентального столкновения, да? Ведь, оказывается, человечество приходило к такой фазе, когда вот одна часть, то есть вот континентом соединено было это население Атлантиды, и они все были как бы одной веры, то есть одних убеждений. А Гиперборея был, ну, тоже, скажем, континент другой веры, другой веры, других убеждений, и шла война. И эта война привела к тому, что в ответ на удар Атлантиды, который должен был быть нанесён, да, Гиперборея вперёд ударила по Атлантиде. Ударила с помощью, ну, это звуковые волны, это тектоническое оружие. Там знали своё дело жрецы, они могли наносить такого рода удары, чтобы целые континенты уходили под воду. Они уничтожили противника, идеологического противника. Может быть, у них были и хозяйственные, так сказать, соревновательные моменты. Это сейчас не будем выяснять. Важно, что тогда важнее была идеология. Если ты не той идеологической веры, то будешь сопротивляться в борьбе с представителями другой идеологической веры. Так, ну вот, но вы тут по Атлантиде можете, так сказать, кое-что ещё увидеть. Атланты, то есть от, от, так, от, земли. Лан – это земля. До сих пор у нас ланд. Да, это слово в европейских словах обозначает именно землю. И это нам понятно, как дважды два четыре, но главное, что Атлан или Лан. Вот украинцы говорят Лан, а не земля. Ну что ж, у них свои есть особые слова, которые мы сразу даже и не можем так включить в свой словарик, потому что это другой язык. Ну, Лан – это земля, тем не менее, да? А ты – это ты. Обращение к Атланту. Атланты – от земли ты. А возникает сразу вопрос, а что, есть такие люди, которые нет земли? Вот это, видите, как глубоко запрятано. То есть, а что, есть они такие, которые от неба, естественно, да? Земля и небо – это главная антитеза. И здесь понятно, о чём речь. Гиперборейцы считали, что они от неба, и что их ценности нетленные, высокие, и именно за эти ценности нужно бороться насмерть с противником и с теми, кто назывался Атлантами. Так, всё, это закончено. Мы черкнули, и остальное задумывайте сами. Так, земля. Земля. Зе – это се, да? Опять понятное местоимение – се. Амля – молодая. Вы понимаете? То есть, это то для молодых, то есть для обучения. Наша земля – это есть школа обучения. То для молодых, кто ещё не вырос духовно, он попадёт и на землю в цепи своих рождений и смертей. Он будет здесь. Он будет здесь хорошо обучаться, но через трудности. Вот вам и земля. А слово «семья», допустим, семья, оно очень похоже, да? Зе и эс – эти буквы, они как звонкая и глухая согласные, они связаны. И одна переходит в другую, и семья – это какое-то очень упругое такое сочетание, потому что мягкий знак, а когда он ещё в такой функции активно используется, как бы разделяя соседние фонемы, то тогда мы чувствуем динамику вот этого объекта, о котором мы сейчас говорим. Итак, семья, семья – это, во-первых, там убрать мягкий знак будет семя, да? Семя. А семья несёт семя, семя Бога, и это и есть главное в семье. Это хранительница семени и размножительница рода человеческого, ячейка размножения. Так, ясно, ясно. А земля – это для молодых учеников, которые сюда поступят, место. Так, ну что, ребята, теперь у нас идёт... Ну вот, земля и семя, как вы думаете, они тоже связаны? Семья, земля, семя. Эти три слова, они близкие несут смыслы, да? В земле, земля же не только как планеты, но всё равно это связано. Земля – это как среда, в которой прорастает семя, да? В земле находятся семена, поэтому эти слова близки на фонетическом уровне. Так что вот думайте дальше, как ассоциативно эти слова дальше работают. То есть в земле прорастает семя, так? Но семья, да, это тоже как бы источник семени, которая будет прорастать в рамках именно семьи. И всё взаимосвязано. Ну а теперь возьмём слово морда. Морда – вот слово, конечно, такое вульгарное почти что, потому что когда человек рассержен, он может сказать это слово неосторожно, не советую говорить кому-то, что у него морда, человек обидится, и не так надо воспитывать человека или давать ему совет, да? А по-другому мягко подбирать выражение. Обязательно. Отношения – это всё, это вообще всё, что мы имеем. Вы думаете, вы имеете деньги, допустим, да, или там какую-то собственность. Это всё труха, что называется. За это вы ещё и пострадать можете. А вот отношения с другими людьми – это именно то главное, что вы даже забыли о том, что это главное. Вы, может, и не знали, а, может, знали, но опять это куда-то ушло. Хорошее отношение в доме, вы идёте, у вас душа поёт, никто на вас не будет сердиться, потому что и вы не сказали ему когда-то чего-то обидного или резкого или недостойного и так далее. Так что вот вам и морда. Но морда, конечно, она объект для расшифровки сейчас. И что же такое морда? Морда – это то, что поддаётся смерти. Мор – это, так сказать, временная оболочка. Временная оболочка. Если приятное выражение лица, то мы и говорим, что это лицо. А если морда не прибранная, если она не чистая, уже в мыслях, потому что даже по коже можно догадаться, о чём думает человек. Ну, не все, конечно, это могут, но неважно. Животные сразу насквозь видят вас. И им даже ваша морда или лицо. И простите, что я опять-таки смешал грубый вариант слова с негрубым. Всё это надо всё равно пройти, чтобы в конце концов употреблять по делу, по месту, по времени. А морда только для энтузиастов-исследователей. То есть это что-то смертное. Вот сейчас у человека морда, потому что он такой грубый, он неотёсанный, он, может быть, ещё какие-то там имеет грешки или грехи. И всё это на морду, понимаете? Что вот морда у него вот такая и выдаёт его ни чистоту, ни совершенство. Да, но вот лицо – это уже более оккультуренная форма. Хотя и здесь никто вам не гарантирует, что, имея лицо, вы не можете ошибаться. Вы под личиной, так сказать, можете не то подумать, не то сказать и так далее. Так, ну а теперь здесь идут слова просто удивительные. Звезда. Вот слово «звезда». Во-первых, «да» – это слог. И причём это не только слог, но это даже и отдельное слово. Что, вот скажем, в немецком словаре «здесь» обозначает? Оно обозначает «здесь». Их, бинь, да. Я здесь. Ну и что же мы после этого скажем? Мы скажем, что это здесь и сейчас. Это наш объект. Ну а раз это так, то значит, что мы можем сделать? Что нам нужно прийти к выводу тут же по этому сочетанию слогов, которые несут какие-то квантовые свойства, то есть самостоятельные, относиться к объекту здесь и сейчас. Не вообще так, а именно к тому, что есть в вашем внимании. Внимание не обязательно в поле зрения. Видите, вы можете думать о звезде, и это уже есть здесь и сейчас. Но ночью только, может быть, вы будете видеть то, что сейчас обсуждается. Итак, «звезз» – это что? «Свезз» или это связано со светом. Но первая буква, она «зело» вообще в русском алфавите, который называется буквицей, называется «зело». Оно читается иногда как «зэ», а мы сейчас эти слова, которые на «зэ» звучат, с буквой «эс» можем восстанавливать. То есть это свет. «Све» – светить. Ну, вообще-то корень – свет, конечно. Но если светить, то здесь тоже корень сохраняется. Светящий, светлый. Вот вам корень – свет. «Зве» – здесь не полностью корень воспроизводится в слове, но тем не менее он есть. То есть это свет, который находится здесь и сейчас. Свет в вашем внимании. Не обязательно в физическом взаимодействии, но вот во внимании. Так, ладно, остальное вы додумывайте сами, потому что объяснять можно бесконечно, а это занимает наше дорогое время. Теперь поехали по Петру. Вот в Новом Завете говорится, что Пётр в переводе есть камень. Но Пётр вовсе не камень, оказывается, как значение слова «пётр» имени, в данном случае собственного. А Пётр – это, ну-ну-ну, говорите, петролиум, правильно, то есть то, что горит, то, что даёт огонь. Пётр – есть огонь. Христос бы не взял какого-то заурядного ученика, который не имел бы огня. Пусть этот ученик ещё ученик, он делает постоянные ошибки, но он идёт и он растёт. Вот в данном случае – огонь. И вот я своё, так сказать, фамильное вспоминаю – Петриков. Моя фамилия – Петриков. Петриков значит как раз вот этот свет, ну, свет-то, светом, конечно, огонь ещё к тому же. Хотя огонь и свет, они связаны. Там, где огонь, там есть и свет. Нет, это правда. Но огонь – это как бы первоначало, это первосостояние, из которого, собственно, возникает мир. И такое драгоценное, что я ношу в своей фамилии, я ношу то, что с гордостью. Гордиться просто нельзя, это поднятие своего эго. А я ношу это со значением и со знанием того, что это мне помогает расшифровывать мир. Понимаете? Ведь когда мы имеем огонь, мы видим, да? А если в темноте, в потёмках, мы ничего не видим и путаемся. Так что приятно. Поправим Новый Завет. Там этимология фальшивая, простите. Я, конечно, не нападаю, но я говорю совершенно очевидные вещи, что неправильный этимологический был как бы контекст поставлен или этимологическое осмысление неправильное было сделано там. И слово именно как камень трактовалось, Пётр. Даже специально, понимаете, там занялись этимологией, чтобы увезти нас неизвестно куда. Ну, шутка ли, камень или огонь? Это две разные вещи. Сердце как камень, это нехорошо, мягко говоря. И такой человек будет долгий путь обучения проходить в разных жизнях. И всё равно это не закончится до конца, хоть он будет самый совершенный. Сердце мягче, добрее, внимательнее, умнее и так далее. Оно будет всё время совершенствоваться. Так вот огонь, Пётр. Ученик настоящий, который, во-первых, он ценит своими даже недостатками, потому что вот то, на чём мы учимся, да, на Петре как персонажа Нового Завета, ученике Христа, Солнца, да, ученик Христос, Солнца, там Кришна, тоже так же звучит, да. Правда, Кришна был не такой, так сказать, как Христос по своему образу жизни, но он был Бог, и о нём особое, так сказать, восприятие и особый рассказ, но это потом, это вы сами сделаете. Так, теперь Петра. Петра, видите, есть женское имя, но всякому мужскому соответствует женщина, ведь она равноправное существо, имеет тоже огненное имя Петра. А я вообще-то вот своей ученице даже сказал, что Петра, она как раз Петра зовётся, и я говорю, что это не просто Петра, а Петр-Ра, то есть тут два Р как бы скрыто, но иногда у нас опускается, или наоборот прибавляется там, где не надо, удвоенное согласное в данном случае. Так вот, Петр – это огонь, а Ра – это солнце, огонь солнца, видите, это ещё больше приближает человека к первоистокам, потому что солнце манифестирует божественное, это есть уже как бы явление божественного, но не само оно, божественное там ещё более скрытно запрятано, как иголка, которую ищут в русских сказках. Но вот у Кащея есть смерть, и вот эта иголка запрятана очень глубоко, а здесь, наоборот, мы ищем жизнь, где же начало жизни? Так вот, начало-то под этим, под этим. То есть явление – это уже следствие, да, солнце само, поэтому в Библии говорится, Бог говорит, не олицетворяйте меня солнцем, то есть это вы очень поверхностно мыслите, я глубже, я там, где вам и не снилось, внутри смысла, который вам надо ещё вскрыть. Так, ну хорошо. А теперь мы перейдём к понятию фернюнфт, немецкое слово фернюнфт. Ну, говорят, что если человек фернюнфт – тих, он, значит, очень такой разумный или трезво мыслящий, правильно мыслящий, точно мыслящий. Фернюнфт – это, ну, своего рода разум, так можно сказать. Фернюнфт – это почти что русская приставка. Пере или фер – это одно и то же, то есть чрез, чрез обозначает то и другое. Нюнфт – а это нун. Нун по-немецки – это ныне, как бы, если на русский перевести, таким же однокоренным словом. Нун, сейчас речь идёт о состоянии, типичном состоянии, которое мы должны иметь здесь и сейчас, то есть в настоящем времени, если мы в будущем или в прошедшем времени, в нашем мечтании, да, то мы не в реальности, а мы должны всегда быть в реальности. Кто находится в реальности, тот фернюнфт, то есть говорит адекватные вещи и разумные вещи. Вот что такое фернюнфт. То есть это очень, очень ныне, очень ныне или очень здесь, да. Ну, вот видите, слова, они же слышны, и мы слышим связь этих, соответственно, русского и немецкого слов. А теперь у нас тема очень интересная – это название месяцев. Ну, вам всем известно, что месяцев 12 всё-таки, да, 12 учеников и так далее. Но я, когда стал присматриваться и даже прислушиваться к этим названиям, то я установил, что вообще-то активных таких месяцев всего 10. Это с марта, с марта по декабрь. Объясню, почему. Почему я два, ну, как бы взял за скобки. То есть январь-февраль, как бы я сейчас их в какую-то там особую коробочку поместил, о них особый разговор. Так вот, с марта по декабрь 10 месяцев, да. Вот вам этот счёт, да, от одного, марта – это один, да, и так далее. То есть у вас сейчас будет на единицу меньше, чем вы привыкли, да. Обычно марта тройкой обозначается, да, ещё и римской часто. Это, ну, когда и арабскими сейчас уже пишут, потому что легче выписывать арабские цифры. И что же мы видим-то, что у нас какой-то особый внутренний ряд имеется. А вы скажете, а на каком это основании вы вот взяли два месяца куда-то дели, пока отложили, а остальные, так сказать, 10 используете, да, с марта по декабрь. Да вот очень просто всё. Здесь надо быть детективом. Смотрите, декабрь – это 10, дека всегда была 10, да, дека. Ну, даже вот до декафония здесь до – это до, это 2, а потом декафония – 10, то есть 2 до 10 фония, то есть 12-ти звуковая фония или способ мышления с помощью 12 неповторяющихся тонов. Вот вам до декафония или дека как 10. Кстати, 10 и дека – они очень похожи. Это русское и латинские слова, что есть тоже русское, да. Русский – это язык эмоциональный, да, а латинский – это русский язык научный. И вы здесь, наверное, слышите, что когда вот мы говорим об обычном русском, да, таком текучем, там вы запинаться здесь можете, всё что угодно, это вас как раз и характеризует, ваше состояние, потому что если вы неровно дышите, это всё должно, так сказать, передаваться через какой канал? Ну, как говорите, через левый канал человека. Левый канал человека – это эмоциональный, любовный канал, а правый канал человека – это научный канал. Так вот, левый – это а-мантра, да, вот знаете, а-ум, мантру из трёх фонем, а-ум. Так вот, а-мантра первая, да, это эмоциональное начало. Заметьте, что эмоциональное стоит в начале, в начале, то есть живое это называется. Вот. А-у – это научная, наука. Здесь тоже есть буква У, которая указывает на это. И что же мы видим, что правый канал, ну, кстати, там в мозгу у нас есть перекрещивание каналов, и потом это полушарие будет уже другим, наоборот. Правый канал соответствует левому полушарию головного мозга, а, соответственно, левый канал будет наоборот, соответствует правому полушарию. Ну, это всё, так что, игры Бога, зачем он перекрестил, и почему здесь надо особое исследование иметь, потому что здесь можно открыть необычайно много, но то, что мы уже сейчас открыли, что вот русский – это форма эмоционального выражения, хотя его, этот язык используют и для написания приказов, для оглашения приказов и прочих чисто научных работ, пожалуйста, но всё-таки исконно научный язык – это латынь. Недаром ранее, в тех веках ещё, латынь была чисто научным языком, и писали учёные свои труды на латыни, да, и это была правильная традиция. А сейчас мы даже понятия не имеем, что это один и тот же язык, только в разных модусах, да, вот что я всегда в эту трепанацию привожу, что трепется голова, когда её трепанируют, то есть пробивают там отверстие для того, чтобы что-то там сделать полезное, хотя я сомневаюсь глубоко, что сделают, напротив угробят этого пациента. Ну, врачи, они до истины хотят додолбиться, и вот они грубовато порой, мягко говоря, работают. Поэтому часто зарывают свои ошибки в землю. Ну, после трепанации не мудрено, не всякий выживет. А зачем вскрывали череп? Им самим не ясно. Ну, надо вот туда попасть, чтобы что-то сделать. А что? Ну, они знают, что у них там методы исследования и понимания инструменты. Давайте доверимся, но не надо туда ходить часто и вообще никогда не ходите к врачам. Они на пути У, понимаете, на пути науки. А наука – это нечто огрублённое, да. Вот мой сын говорил вместо «зелёненькая будочка», когда он был маленький, он говорил «лилекико-бекико». То есть он мог выговорить только так, совершенно на свой лад. И сейчас он блестяще говорит и не путает зелёненькую будочку с «лилекико-бекико». Но тем не менее, видите, даже ребёнок имеет два языка. Вот так вот.